Книга «Открытым оком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 575. «Как научиться утром рано вставать? Какую читать для этого молитву?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Советую приехать на лето к нам в детский лагерь, в котором подъем в 5 утра. Не больше, чем через две недели вы будете быстро вставать. Кто-то подсчитал, что человеческий организм состоит из 320 миллиардов клеток, и 120 миллиардов из них находятся в мозгу. Не пересчитывал, но верю, что кое-у-кого в мозгах что-то есть, и эти люди встают рано. Подробно можете прочитать в нашей книге «К истинному православию» в главе «О сне». Не могу объяснить почему, но мне с самых малых лет страстно хотелось вставать рано, но хотелось спать, потом я поборол себя и стал вставать в 4.40, и такой распорядок держал всегда. И вдруг читаю, что у Терезы Калькутской был именно такой распорядок. Как говорил Александр Мень, в этом что-то есть. Нужно постоянно иметь в себе установку – вставать в одно время на молитву. Это интимная встреча с Господом. Во всей Библии и житиях святых одобряется раннее вставание и осуждается ленность, дремание. Книга притчей 24.32.34 «И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Конец цитаты. Полезно разогревать себя мыслями такого порядка. «Дальше будет еще хуже. Пойду на пенсию, все будет болеть и ныть, земля начнет звать к себе более усиленно. Так когда же, как не сейчас, смирить плоть свою, поднять ее? Рано утром уходят водители транспорта. Моя милиция меня бережет. В ночную смену многие работали, а я лежу. Ты что, разве спать пришел на эту землю? Апостол Павел был всегда в бдении. А где же мои ночные молитвы и раннее вставание? Итак, разогрей себя укоризнами. Вставать нужно быстро, две секунды. Ногами на холодный пол, совершить крестное знамение и сказать с улыбкой и радостью сердечной. «Сегодня среда» или другой день. «Благодарю Тебя, Господи! Аллилуйя! Как хорошо мне здесь быть!» И далее все делать нужно быстро, в темпе, чтобы сэкономить время для молитвы и чтения Слова Божия. При большой усталости днем и болезни сердца можешь сидя подремать, не полулежа, не более 15 минут. Никогда ни под каким видом не принимать снотворное. На ночь можно принять только ложку меда в теплой воде, хотя бы за час до сна. Ложиться часа через три после еды. В комнате температуру держи прохладную, не более 16 градусов. Хорошо на ночь помыть ноги холодной водой. Подушку иметь небольшую в виде свернутой повдоль фуфайки. Ложиться на спину, а шеей на подушку. Трижды совершить крестное знамение лежа. И еще раз прочесть «Да воскреснет Бог!» Из тебя этого довольна. Никогда, кроме тяжкой сердечной болезни, не позволяй себе искать извинения для дневного сна. Перетерпи, перетомись, чтобы сон был в усладу, и ты вкушал его. Вечером обязательно попроси прощения у тех, кого обидел. Послание к Ефесянам 4.26 «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Конец цитаты. «Ночью хотя бы немного, хотя бы лежа, помолись о себе и об охраняющих твой покой. Приучи себя руководить своим организмом. В туалет ходить обязательно сразу после сна». Особой молитвы, чтобы рано вставать, нет. «Я видел в лагере для заключенных бомжей, бичей, которые не знали никакой дисциплины. Там же они встают за две секунды. Будильщик идет с черенком от лопаты. И если через две секунды спящий не встает, то подпоясывается этим черенком на пути к деревянному бушлату». Стихотворение. «Почему мы лукавим, когда говорим? «Помолись за меня, уезжаю, но не скажем, к соседу в Иерусалим. Я вернусь через жизнь, к урожаю». «За меня помолись, за меня хлопачи, всем святым по ранжиру и рангу, мним себя в заключении, но мы палачи для себя и для тех, для поганых». «Хочешь быть не лукавым, вставай до пяти, на коленям ползком в небеса. Этот путь космонавты не могут пройти, для чего нам нужны волоса? В них и сила, и средства, им будет подсчет». Евангелие от Луки 12.7. «Раньше нас они все омертвели». Книга Судей 16.17. «Бороде, голове, ты не будь палачом». Вторая книга Царств 9.4. «Бойся их растерять на постели». «Слово Божие учит, для мужа открыть». Первое послание Коринфянам 11.4.13. «А для жен голове быть закрытой. В этом деле не спорь, усмири свою прыть, если стыдно быть кем-то обритой». Первое послание Коринфянам 11.6. «Не лукавь, не криви раздвоенный язык. Извинения искать нарушением». Псалтирь 144. «Спать поменьше, давно мертвецом быть привык. Не монах, а советский мошенник. Нам завещано бодрствовать в жаркой молитве, прорываться к источнику вод, через полчища вражьи по лезвию бритвы». Вторая книга Царств 23.16. «Через сон мы хлопот и забот». «Божьим дивным словам не ищи, назамен округлить, охладить, умягчить. Полновесный заряд из библейских имен. Будут воины, няньки, врачи. Не лукавь, дух святой может душу разжечь. Безразличным не будь сквозняком. Слово Божие молот, из уст его меч». Иеремии 23.29. «Со Христом ты совсем не знаком». Книга Откровения, 19.15. 13 мая 2002 года. Игнатий Лапкин.